Он был рядом со мной, а он жил со мной просто в одном доме. Я его знала с рождения, и я знала манеру, как он говорит. И даже его мама не могла нас отличить, когда она слушала. Она каждый раз говорила, каким образом это получилось. Не могу сказать каким, но могу сказать только одно. Это мальчик с большой трагической судьбой, с очень большой трагической судьбой. Он мне безумно нравился, он был очень талантлив, очень образован. Это удивительно, что я говорю, потому что у нас все-таки путают образование и образованность. А тем более я говорю о 14-летнем подростке. У него не получилось с себя созвучить здесь. А вот потом он снялся, ему уже было 16. Да, 16. На студии Горького был какой-то приключенческий фильм, где-то с золотом каким-то. Бог его знает. Вот там он говорит сам. И мне страшно хотелось не ранить Сережу. Вот не ранить. И вот манеру его речи, и его внутренность. Вот он хорошо сыграл там в картине. Он молодец. Я старалась, вот могу сказать, как никогда. Просто как никогда. Вот чтобы это получилось. Ладно, читаю снова. Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому. Так, обратный адрес. От М.В. Терентьева. Санкт-Петербург. Мойка. Дом С.С. Васильевой. Значит, адрес есть. Еще одна открытка. От 12 декабря 1915 года. Тоже очень интересная. Я была настолько честна вот к этому ребенку, чтобы его еще раз не очень больно сделать. Если бы это было по-другому.